30 самых крутых находок. Наверное, каждый из вас мечтает найти дорогую находку или клад и тут же разбогатеть. Сегодня я вам покажу о самых крутых находках прошлого сезона, найденных моими друзьями из нашего сообщества. Всем привет! С вами Седой Копатель. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Кирилл, какие-то игрушки старые нашел? Кирилл, вот эти бы игрушки отреставрировать бы, это игрушки 60-е, 70-е года. Если их отреставрировать, они достойны музея, достойны, в принципе, будто экспонаты и хороших денег стоят. Так что, Кирилл, не выбрасывай эти находки. Постарайся их отреставрировать. Сначала оцени их, сколько они стоят, а такие находки очень будут хорошо стоить. Узнай, сколько будет стоить реставрация у специалиста. И, возможно, ты и поимеешь выгоду с этого. А находки классные. Просто огонь, просто огонь. Одни из лучших сегодня предоставленных находок. Спасибо! Тимур Усупов А Тимур Усупов Опа-на! Нашли какой-то в Самаре ножик. Может, кто подскажет? Ребята, Тимур Усупов говорит, ножик нашли. Это, дружище, не ножик. Это Акинак. Это Акинак. Я даже посмеюсь. Даже посмеюсь. Прикольно, да, ребят? Нашли в Самаре вот такой ножик. Это не ножик, дружок. Это Акинак. И причем Акинак именно... Видите, вот такие вот формы. Форма яек. Мужского начала. Вот так вот. Везет, ребята, везет. Но это пока самая-самая лучшая находка, которая была на этом стриме, ребят. По монетам никто не порадовал. По находкам тоже не порадовал. О, да. О, да. Это скид. Так, ладно. Поехали. Нашел он вот что. Вот именно этот дом. Вот он. Вот такое количество серебра. По моим видеоурокам. Первый шурф. И вот такое количество шикарных монет. И все в этом незрачном доме. Ну и медь тоже. Первый шурф, ребята, да? Нехило, да? Нехило. Ну вот они, эти монетки. Монета рубль. Четвертака раз. Полтинник. Полтинник. Двадцатка, двадцатка, двадцатка. Все эти монеты серебряные. С этого горелого дома. Интересно то, что год. А год. 1833. 1877. 1818. Периоды разных царей. Шурф, ребята, просто огонь. Просто огонь, ребята. Как вам первый коп? Как вам первый шурф? Красавчик. Вот это все с одного шурфа. С горелого дома. Человек не побрезговал. Залез в дом. Целая тарелка, ребята. Целая тарелка. Хороших денег стоит. Именно Кузнецова. Вот так вот, ребята, бывает. Блин. Это жа. Ребят, вы не видите, но я слюни вытер. Это четыре копейки. Твою налево. Вот это, да. Вот это от монеты, ребята, переплюнуло. Серебряный рубль. И даже червонец. Золотой. Я вам сейчас, если есть такая информация у меня в каталоге, я вам скажу, сколько такая монета стоит. Это монета Петра Третьего. Этот Петр правил всего-навсего два года. И в связи с этим, эти монеты очень-очень редкие. Данная монета в хорошем сохране может достигать 33 тысяч рублей. Но начальная цена начинается от 6 тысяч рублей. Вот эта монета, которая сейчас самая верхняя, она 100%, ребята, вот все 100% уже может оцениться в 6 тысяч рублей. Но я думаю даже, что будет и дороже. Поближе разглядим. Вот смотрите, вот ходил человек, поднимал всякую хрень. Видите, да? Грузики какие-то, всякие обломки, тут всякая шмурдя. В общем, бра-бра-бра-бру, всякая ерунда. А потом бабах. Часть 761 год. А какой рельеф, ребята? А вот эта монета офигенных денег стоит. Сколько запросит она, я... А, смотрите, я даже сейчас, ребят, сейчас посмотрю. Открывая каталог. Вы, ребята, даже не представляете, сколько стоимость такой монеты. Она в разряде редких. Стоимость такой монеты начинается в плохом сохране 72 тысячи. Который сохран сейчас у нее, это шикарный сохран. Поэтому цена базовая сохрана XF составляет 165 тысяч. Ничего себе! Я хочу тебе, Олег, сказать, что тебе повезло. В таком сохране, в котором она есть, минимальная стоимость такой монеты 100 тысяч рублей. Да? Минимум. Минимум 100. Я тебя поздравляю. Вот такое количество шмурдика он копал. И земляной дед сказал. Олег, держи тебе находку. Вот такую. Стоимостью более 100 тысяч рублей. Мои поздравления. Я даже хочу сказать, что монеты, ребята, не с Алиэкспресс. В чем разница, ребята? В чем разница с Алиэкспресс и настоящей монетой? Во-первых, на Алиэкспресс монеты идеально круглые. Такие монеты имеют кривизну по всему периметру монеты, по всему диаметру. Затем надписи формата. То есть буквы тонкие. Затем буква монетного двора, видите, да? Она расположена от края до самого рисунка посередине. Это еще немаловажный. И на разрез глаз, ребята. Есть разрез глаз европейский. А на китайских монетах разрез глаз, ну, в общем, китайский, ребята. Вот я вам элементарные вещи рассказал. Если что, у вас там попадется. Так что мои поздравления. Такая монета стоит более 100 тысяч рублей. Вот это, пока, наверное, самая интересная находка за сегодняшний стримчик. Так. На поле покопали как дата. Распахали, видимо, клад. Подняли 118 штук. Моя порция 72 штуки. 15-16 век. Копали с дружком привет из Литвы. Смотрите, какой сохран. Ребята, это 16 век. 1594 год. Ай-яй-яй, смотрите, какая красота. А с обратной стороны не менее интересно. Так, да, очень красиво. Вот они, красавцы. В ряд выстрелились. 72 штуки его, да? 118 штук и 72 из его. Вот это повезло, да? Копали с комрадом, ему досталось 72 штуки. Вот это крестовой. Вот это рублик. Если не ошибаюсь, это Павел Первый. Мечта, наверное, каждого, ребята. Мечта, наверное, каждого. Просто огонь. Мои поздравления. Игорь, находка, просто огонь. Просто огонь. Шедевр. Так, Саша Дуров. А вот этот рубль. Извините за качество фокуса нет. Рубль. Блин, если честно, я как бы не специалист по этому, но сохран действительно шикарный. Действительно шикарный. Я тебя не знаю. И, если честно, я бы, если бы покупал у тебя этот рубль, я сделал подробное, как говорится, лабораторное исследование по поводу этого рубли. Настолько он шикарен, настолько он красивый, что можно понять, что этот рубль является каким-то, какой-то подделкой. и ничего интересного. Ну, год 1725. Цена начинается от такого монеты от 24 тысяч и закачивать может до 87 тысяч, а может быть даже и выше. Смотрите, какая вещь. чудесная. Напишите, ребят, пожалуйста, в чате, от чего это. Возможно, именно от головного убора. Я предполагаю, что это от головного убора. А крыльеверх, это... А, вот. Вот, крыльеверх. Так, это у нас орел 1-го полка уланов польских легионов. О, это польская, ребята. Я думал, российские, а это польская. Тут, к сожалению, на английском языке. Тут... Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что это поляки. По крайней мере, датировали. Ну, похоже, похоже. Вот, что-то, вот, видите, я думал, я думал, что это, типа, вот такой вот. Вот такой вот атрибутики. А вот это вообще выше всех похвал. Если ты, Александр, участвовал бы, как у нас были, стримы, на лучшую находку, то это была бы самая лучшая находка. Вообще бы. А, кстати, давайте начнем. Уже сезон открыли. И давайте этим стримом мы начнем именно... Я буду выкладывать лучшие находки. И на данный момент, на данный момент, это самая лучшая находка, которую сделали уже комрады. Вы думаете, это обычный окинак, ребята? Ну, эту фотографию я уже видел. И это не обычный окинак, ребята. Длина этого окинака 40 сантиметров недалеко. Но, но, вы только вот сейчас посмотрите. Та-дам! Смотрите на рукоять. Сам. Он из железа. Рукоять железа. А вот рукоять обрамления уже из бронзы. Я именно в таком оформлении, ребята, в первый раз вижу окинак. Он либо весь бронзовый идет, то есть это ранние, или поздние железные. Но это, смотрите, железо и вот такое-то оформление, вот такой дизайн. Ребята, сегодня столько вы присылаете интересных находок. Предмет музейный, ребята. Музейный. Владимир, огромное спасибо. Прям действительно красоти. Музейный. Вот она, вещица, роман Розоренов. Вот такая вот штука была откопана. Интересно тоже, видите, такая, как бы, орлы масонские. чуть позже. Смотрите, это что? Вот. Она вот в лакокрасочном покрытии здесь. И это у нас полковой знак лейб-гвардии преображенского полка. Во! А, мы про него как раз и разговаривали, да, Сереж, по-моему, с тобой? Главное, ее почистить правильно и не убить. Вот он, как он выглядит. Преображенский лейб-гвардии полка, полк Российской Императорской Гвардии, один из старейших и наиболее известных гвардейских полков, созданный Петром Великим Вонком. Вот такая вот находка у нас была. Да. Хороший. Хороший кладик. Я бы хотел столько откопать. Большую часть я бы сто процентов, ребят, разыграл бы среди вас. Я даже не сомневаюсь, если я откопаю какой-нибудь подобный клад, я со стопроцентной уверенностью хочу вам сказать, что у меня даже будут бесплатные розыгрыши. Вот если что-то подобное я найду. Обязательно бесплатное что-то будет. О! Я думал, я не поверил сначала в своем году. Думаю, вроде Николаевские все, а это хлоп, Александровская монета. Значит, клад Николаевский и Александровский. 1892 две монеты. Да, ребят, мои поздравления, это, наверное, одна из самых лучших находок камрадов, которые мне присылали в ВК. Прямо просто огонь. Красивый кладик, да? Я с большим удовольствием вот прям просто могу сидеть и любоваться, смотреть на сохран таких монет. Хороший клад, очень хороший. И вот такая вот кладуха. Всем такую кладуху, ребята, вот все, ребята, проставьте пальчик кверху под стримом и, возможно, вам улыбнется судьба субинушка и вы найдете вот наподобие такого клада. Я вижу четыре золотых монеты Николая, потом четвертоки, полтинники Николая, Александровский даже рубль затесался, рублики и мелочь. Вот, блин, вот клад, вот самый настоящий клад. Ну, на этом, ребята, наверное, все. Последний звоночек, как говорится. Красота, да? Ох, как красота. Вы еще такой где-нибудь увидите? Акина там долбим по губенцу. Да ладно, я слепил. Звон чудесный, божественный. Вчера вот такая красотуля у нас была. Та-дам! Классненький, да? На этом колоколе четыре Георгия Попедоносца. Четыре, ребята, четыре колокол с два кулака. Год тысяча тысяча восемьсот семьдесят второго года. На внутренней части колокол имеется даже гравировка мастера. И вот такой красавчик. Как вам? Ай-яй-яй-яй-яй! Да, ребята, красотуля! Красотуля! Вот, смотрите, ребята, Владимир Тимин мне прислал, он, наверное, его прислал из-за того, что он был немножко в смущении тем, что монета две копеечки 1927 года, она считается раритетной, ребята, раритетной. и стоимости данной монеты практически не имеет, потому что определяет стоимость этой монеты аукцион, то есть покупатель. То есть, какие сделали ставки господа. Я сейчас открываю приложение, открываю эту монету и здесь просто написано раритет и все. Раритет. Стоимость данной монеты как бы не сказано. Но давайте я загуглю две копейки в 1927 год. И смотрите, раритетус это аукцион. Стоимость данной монеты в худшем варианте это стоимость монеты 7000. Средний сохран 27000. лучше среднего 30. И вот в данном виде, которую монету нам прислал он, она достаточно хорошего внешнего вида, практически без езьян. Вообще огонь монета, вообще огонь. И эта монета как минимум стоит 76000 рублей. ну может быть и 100. 191. То есть вот именно вот эти критерии, которые могут стоить. 76000 либо 190. Конечно до кабинетного сохрана ему далеко, но все равно предел где-то от 50 до 150 тысяч эта монета стоит. Вот она эта монета и в хорошем бодром внешнем виде. Так что огонь. Владимиру Тимину очень повезло с такой находкой. Так дальше. Ух ты блин наш вчера нашел пехотный тесак образец 1807 года. Ух ты вот это тесак вообще класс вообще класс жалко что сохран ужасный я имею ввиду самого клинка вообще класс Николай огонь вообще огонь да да вообще красиво ух ты фу ты ну ты гнут и вот это петруша это петровская деньга блин я такие вообще ни раз не видел даже в интернете не видел такие монеты монетка просто огонь ой 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 блин сергей классный я такое еще никогда не нет даже в интернете не видел узелок вот это интрига там наверное икона точно вот это да смотрите какая вещь ребята это пока пока лучшее что я видел сегодня от вас ребята это вот знаете находка реально находка монеты серебряные рубли конечно вкусно вкусно но вот это ребята это это такое в единственном экземпляре ребят вот это металлопластика жалко здесь один крест утрачен а так вообще блин блин ски сережа вот наверное зря ты вытащил мне кажется было бы классно это все почистить законсервировать и чтобы как бы мне кажется их родное место находиться должно быть именно здесь именно тут а вот недостающий крест я думаю что лучше наверное прикупить или у кого-то найти выкупить или найти что-то вообще и сюда вставить все это отреставрировать и чтобы это все было так же в чате например ребята напишите как вы думаете правильно я рассуждаю или нет находки в начале сезона ух ты ё-твою а вот это уже серьезно ребята вот это меня действительно ребят сегодня удивило больше всего ребят пожалуй вот эта находка 1898 год и станет заставкой сегодняшнего стрима о да ребята вот это вот это меня действительно радует ребят вообще красавчик сереж огромное спасибо огромное спасибо но это да это вещь итак подобрались и к десятке лучших включаем отсчет 10 место вот ребята первый кандидат ребята первый кандидат чтобы стать именно обложкой этого стрима вот на первая находка которая действительно шикарна и стоит внимания это у нас знак его сейчас прочитаю за веру царя и отечество серебро ребят серебряный знак вообще классный классный блин вот он первый кандидат ребята чтобы попасть у нас на обложку нашего стрима девятое место 19-го года распахно поле жестяная банка и ну дальше интрига желтые монеты ну желтые монеты дальше ну дальше ничего не видно желтые монеты это ребята 5 10 рублевые монеты золота ай-яй-яй-яй вот это да клад золотых монет 17 штук 5 рублевых и одна 10 рублевая монета оценить стоимость склада всегда трудно так как нужно подходить индивидуально к каждой монете стоимость склада зависит от сохрана тиража и номинала монеты я только предполагаю стоимость стоимость данного клада достигает 500 тысяч рублей 8 место марина чернявская да ладно письмо печать вот эти вещи вообще люблю письмо 1817 год ребята это время наполеона что за письмо и что делать чтобы узнать там есть год год 1816 но я вижу 25 апреля 1817 ребят что за язык на каком есть среди вас французы может быть это какого-то письмо французского солдата на родину который остался непосредственно в россии письмо в принципе ну довольно таки такой коротенькая опубликована дата 1817 марин напиши пожалуйста где при каких обстоятельствах это письмо попало тебе печать я вот не могу разглядеть что за печать проглядывается проглядывается силуэт орла в одной руке скипетр да да и булава но хвост хвост немного странный то есть как бы это вроде скипетра булаваты наши царские российские а все остальное непонятно блин вообще зачет зачет вот это действительно меня вот удивило прям и я считаю что оно достойно 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 занять место на обложке нашего сегодняшнего стрима блин марина огромное тебе спасибо напиши пожалуйста еще при каких обстоятельствах было найдено это письмо вот это действительно редкость ребята вообще это не монета какая-то из какой-то металла это письмо которому больше двухсот лет седьмое место опа на вот это да вот это красота это нам прислал Иван Саратовский очень хорошо сохранилось так ну можно тут посмотреть золото блин походу золото и эта брошечка неплохих денег стоит если это золото ее обязательно нужно снести ювелиром и третье место открывает антиковарная вещь золотая брошь 56-ой пробы с огромным рубином посередине по краям 15 более мелких камней пробы говорит сама за себя золото царского времени я не ювелир я отправляюсь на сайт антиковарных вещей и мы находим подобные вещи стоимость как вы видите колоссальная но продать такое очень сложно из-за малого спроса шестое место так вот такая находка была ребята вот это вот прям эксклюзив ребят прям это у нас пограничного столба ребят видите да ссср рсфср ребята а количество венков видите семь это до до второй мировой войны по-моему да и и вот и вот я начинаю копать а тут у нас знаете что попадается ни за что не угадайте но ху хуху ха ху кху кху сср нет ссср ссср рсэ а рсэ да находка просто прям шикардос пятое место ухты нуты футы гнуты так до этого так эти мы смотрели блин смотрите какая вещь здесь даже в нем киска смотрите ужаснулась я сам вот я сейчас с таким внешним видом как и вот этот справа на картинке киска я тоже рот открыл и глаза на попал тенику офигеть вот это находка византийской империи гиперперон константинополь иоанн 2 датюрмы 1118 1143 годом вес этой монеты составляет 4 41 грамм среди нумизматов ее прозвали тарелочкой из-за ее вдавленного вида и цена на аукционах начинается от 30 тысяч и по окончании торгов может достигать сотни тысяч рублей 4 место племяшка с частью бивня мамонта блин племяшка такая симпатулька девчонка олег а ты не узнавал стоимость этого бивня сколько стоит обломок такого бивня просто интересно любопытно олег спасибо за бивень 3 место ой 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 вот это да это чего ни хрена ся чуть за находка такая олег если ты сейчас на стриме это чё древние что то что ли и судя по клеточкам сантиметрах раз два три четыре пять шесть семь восемь ну она размером наверно чуть побольше спичечного коробка любопытная диковина очень любопытно второе место тадам ребята на тарелочке три лимончика раз лимончик два лимончик и вот такой вот кругленький почему лимончик я его называю потому что эта монета стоит в среднем миллион рублей это 5 рублей 1799 год ну в среднем ребят ну сохранчик конечно немножко подкачал ну 700 800 тысяч он стоит вот поближе вам вот здесь конечно полоса неприятная раз полоса два полоса эта монета была найдена 31 мая это монета павла первого как вам три лимончика ребята пишем в чате как вам я просто я в восторге от этой это пока самое лучшее что я сегодня ребята видел это просто шедевры ну да немножко есть здесь вот затерто монета не чищена ну и здесь тоже но все равно ребят это 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 а гурт а вот такой шнур а вот такая вот пока сенсация сегодня ребята это реальная сенсация 5 рублей 1799 года монета павла первого император один из самых противоречивых фигур российской истории отметить из хорошего его управления ничего не смогу так как это просто нет а плохого предостаточно внутреннюю и внешнюю политику просто не складывалось вступал в невыгодные для экономики конфликты которые не приносили выгоды для россии в итоге был убит от чеканина всего 107 тысяч монет высокой пробы золото 986 пробы вес монеты 608 грамм диаметр 23 миллиметра в среднем стоимость на аукционах составляет миллион семьсот тысяч рублей вот вам и лимончик и наконец первое место да ладно это шутка что ли пять копеек квадратные сохран конечно горелые монеты ребята потому что видите да на ней я не знаю как все цвета радуги четыре или пять цветов разных и я хочу сказать что по характерному окислу это не какая-нибудь там какая-то китайская подделка а это реальная монета которая где-то чего-то видите подустала подгорела окислы на ней настоящие вот и я думаю что такую китайскую подделку не могут сделать такая вещица очень много стоит денежек как минимум тысячи долларов минимум вот но единственным не смущает может быть они какие-то были разновидности потому что по каемке идет вот такой вот шнурок кантик они обычно лысые гладкие но и здесь вот шнуровка имеется может быть какая-то разновид может быть она и будет больше стоить но сегодня вот самое вот вкусное вот это вот офигеть вот это да ребят вот этот монета как бы выше выше всех моих это ожидания это на мой взгляд это лучшее из 30 находок но это мое мнение а как считаете вы кто достоин первого места напишите об этом в комментарии а на этом и все ждем следующего сезона не а не и а и Субтитры создавал DimaTorzok